Всем привет! С вами канал SkyTop. Вертолет – это винтокрылый летательный аппарат, у которого необходимые для полета подъемная сила и тяга создаются вращением винтов. Главное достоинство вертолета является его возможность вертикального взлета и посадки, а также перемещение в любом направлении и зависание в одном месте. В этом выпуске я расскажу о самых больших и тяжелых вертолетах в мире. Ну что ж, погнали! Вертолет Boeing MH-47 Chinook – одна из модификаций американского военно-транспортного вертолета, который используется с 1991 года. Эта машина имеет длинный и просторный фюзеляж, который оснащен двумя двигателями по 5000 л.с. и винтами по 18 метров. Максимальная масса вертолета – 24,5 тонны, а максимальная скорость составляет 295 км в час. Вертолет Sighter Sky 53 – тяжелый транспортный вертолет, самый крупный построенный вертолет в Америке. Изначально был разработан специально для использования в морской пехоте США, но позже его стали эксплуатировать и в других целях. Всего было построено 522 таких вертолета. Максимальный взлетный вес равен 19100 кг, а максимальная скорость – 315 км в час. Вес пустого вертолета равняется 10700 кг. Вертолет Ми-10 – летающий кран. Советский военно-транспортный вертолет спроектирован на базе вертолета Ми-6 и введен в эксплуатацию в 1963 году. Высокие стойки шасси позволяют разместить между ними площадку для перевозки крупногабаритных грузов. На нее можно крепить опоры ЛЭП, автобусы, бульдозеры и даже железнодорожные вагоны. Максимальная грузоподъемность вертолета составляет 15000 кг. Масса пустого вертолета равняется 27100 кг, а максимальная скорость – 235 км в час. Максимальный взлетный вес – 43700 кг. Вертолет Ми-6 – советский тяжелый транспортный вертолет, построенный как для военных, так и для гражданских целей. Первый его полет состоялся 5 июня 1957 года, а с 1959 по 1972 год было произведено как минимум 500 таких вертолетов. Максимальная грузоподъемность равна 12000 кг. В свое время Ми-6 считался самым грузоподъемным и самым быстрым вертолетом, который передвигается со скоростью 300 км в час. Масса пустой машины равняется 27240 кг, а максимальный взлетный вес равен 42500 кг. Ми-26 также известен под названием «Изделие 90». Российский тяжелый вертолет – самый большой вертолет серийного производства в мире. Впервые Ми-26 поднялся в воздух 14 декабря 1977 года, а первый серийный вертолет выпустили 4 октября 1980 года. Он способен поднять в воздух и транспортировать 20 тонн. Это второй по размерам и второй самый тяжелый вертолет в мире. Масса пустого равна 28200 кг. Максимальный взлетный вес равен 56000 кг, а максимальная скорость – 295 км в час. Вертолет В-12 или Ми-12 – самый большой и грузоподъемный вертолет, когда-либо построенный в мире. Ми-12 был признан самым большим винтокрылым летательным аппаратом, чья масса равнялась 105 тонн. И этот вертолет поднял в воздух груз весом 40 тонн. И этот показатель до сих пор не превзошел ни один вертолет в мире. Его размеры просто невероятны. Диаметр его винтов больше по размеру, чем размах крыльев Боинга 747. В этом вертолете есть двухъярусная кабина, которая может разместить шестерых человек и огромных размеров грузовой отсек. Максимальная скорость Ми-12 равнялась 260 км в час. На этом все. Друзья, ставьте лайк, если захотелось покататься на одном из этих вертолетов. А я ненадолго прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!